Всем привет! Новая интересная подборка с классными девайсами для отдыха на природе и туризма готова. Если понравится ролик, посоветуйте его, пожалуйста, своим друзьям в соцсетях. Приятного просмотра! Первым устройством у нас будет магний для растопки. Весьма своеобразная и недорогая вещь, которая в каких-то ситуациях может пригодиться в быту. Применение простое. Ножом надо соскрести мелкую стружку, туда же добавить еще какой-то мелкой сухой стружки, идеально мох или береста. Все это на какой-то подложке, например, из той же бересты, кладем в растопку. Остается только поджечь. Огонь будет яркий, с большим выделением тепла. Костер должен загореться быстро. В детстве, помнится, мы экспериментировали с алюминиевым порошком, ржавчиной и серой от спичек. А вы тоже так экспериментировали? Портативный фильтр для воды. Если не ошибаюсь, то изобретатель LifeStrap. Первоначальной оригинальной версии этого устройства даже получил какую-то крупную премию за этот фильтр, который потом начали отгружать в испытывающие проблемы с питьевой водой регионы третьего мира. Устройство, которое продается на Али, наверняка имеет значительно более простой фильтр, типа самого простого, из песка, ваты и активированного угля. Понятное дело, никакой очистки от бактерий простейших тут ждать не стоит, и по-хорошему воду надо еще и кипятить. Но в каких-то ситуациях этот переносной фильтр способен значительно упростить жизнь. Разумеется, я так понимаю, не стоит рассчитывать и на заявленные полторы тысячи литр, но все же штука полезная. Чай это один из древнейших напитков во всем мире, и издавна китайский чай считался одним из лучших, вкуснейших и качественных. Он мог как бодрить, так и успокаивать человека. Найти вкусный и качественный чай не всегда просто, но есть ребята, которые занимаются хорошим чаем не один год, и доставят его в любой уголок вашей страны, будь то Россия, Украина, Беларусь и другие ближние страны. Это ребята из Мой Чайру, у них очень много разновидностей различного чая по различным ценам с отзывами о каждом чае, и описанием его истории и как правильно его заваривать. Я уже заказывал несколько сортов чая у ребят, и пью их с очень большим удовольствием уже несколько месяцев. У нас такого чая в обычном магазине просто не купить. Пуэр, улун, зеленый чай, красный, черный, белый, желтый, жасминовый, мате, и очень много еще других чаев по хорошим ценам. А также у них есть различная качественная посуда для заваривания и распития чая. Все, что душа желает. Мой Чайру лично рекомендую. Перейдите и посмотрите на большой выбор чаев. Липкий бинт. Копеечный и исключительно популярный товар. Фактически это известный многим спортсменам кинезио-тейп. С учетом тематики этой подборки, его можно использовать как обычный бинт, который не надо завязывать и которым самостоятельно можно стянуть какую-то рану. И в походних условиях он чрезвычайно нужен. Вилка, ложка, нож. Многофункциональный столовий прибор, который заменит и вилку, и ложку, и нож соответственно. И открывашку еще, и рыболовную острогу. А чехол заодно работает как свисток. Изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали. Ручка выполнена из прочного пластика в четырех цветовых вариантах. С помощью паракорда превращается в острогу или копье. Ручка, защищающая нож, также является свистком. Этот инструмент легко моется и не боится ржавчины. Нестандартный спальный мешок. Улучшенная версия широкоизвестного фольгированного одеяла в виде спального мешка. Судя по комментариям, сложить его обратно в такой же компактный вид будет проблематично. Но, опять-таки, судя по комментариям, этот товар свою цену отрабатывает. И покупка, упомянутого выше одеяла, в качестве НЗ имеет смысл. Можно использовать и как спальник, и как палатку, и как навес, и как прослойку между собой и землей. Так что вещь очень занятная и интересная. Ультракомпактный спальный мешок. Довольно занятная вещь, особенностью которой является исключительная компактность в сложенном виде. В одном из отзывов пишут, что два таких мешка заняли место меньше, чем один старый. Понятное дело, что такие габариты делают этот спальник сугубо летним вариантом. Но если вы выбрались в лес, как раз в промежуток середины весны, посередину осени, то такой спальный мешок будет вполне рабочим вариантом и займет значительно меньше места, чем более теплый. Есть также двухместный вариант. Ну и я думаю, летом тоже пригодится 100%. Ночи и летом бывают холодные. Титановая зубочистка. Как по мне, откровенно бесполезная штука. Если вы в лесу, то можно и веткой воспользоваться. А если дома, то наверняка есть обычные зубочистки. Тысяча с лишним заказов меня откровенно удивляют. Вероятно, покупали просто в качестве забавного недорогого подарка. Как-никак, хоть и зубочистка, но титановая. Ну, может быть, что вторым вариантом было расчетное использование в качестве сверхкомпактного шила. Кто его-то знает. Колокольчик для отпугивания животных. Опытные туристы знают, что даже хищные звери обычно избегают встречи с человеком и предпочитают незаметно убежать. Этот небольшой колокольчик надевается на руку и оповещает своим звоном о вашем приближении, помогая избежать неожиданностей в лесу. Фонарик для пауэрбанка. Какой же адепт выживания обойдется без фонарика? Необычный экземпляр фонаря может сэкономить место и уменьшить общий носимый вес, если есть пауэрбанк. Просто вставляем девайс в порт пауэрбанка, превращая его в фонарик с большой батареей. На корпусе девайса есть кнопка включения. Карточка-набор повседневных инструментов 10 в 1. Неплохой вариант мультитула, выполненный в виде кредитки, которые можно бросить в кошелек или сумку. Скопирована, кстати, со швейцарского Victorinox. В пластиковом кейсе размером 85 на 55 мм разместилось целых 10 полезнях. Ножницы, ножичек, микроотвертка, лупа, фонарик, зубочистка, иголка и еще несколько полезных инструментов. Микро-зажигалка Естественно, невозможно обойтись в походе без зажигалки. Причем желательно, чтобы она не занимала много места и была защищена от неблагоприятных погодных условий и попадания влаги. Есть вот такой вариант, совсем компактный. Вариант зажигалки высотой 2,6 см и диаметром 1,3 см. Выполнена она из металла, топливом является керосин. Корпус состоит из двух скручивающихся между собой частей с резиновой прокладкой, предотвращающей попадание воды. Сверху есть кольцо для подвешивания. Складная газовая горелка. Ну, кроме шуток, действительно полезная штука в походе или на кемпинге, чтобы разыгреть пищу или воду. Подключается к одноразовому газовому баллончику, который продаются в хостоварах или строительных магазинах. Полностью горелка складная. В комплекте идет гибкий шланг и пластиковый кейс. Я лично выбирался много раз на походы, и у меня есть подобная газовая горелка. Штука 100% нужная. Полиуретановый коврик. Это легкий и компактный трехсезонный каремат. Идеально подойдет для туристов, которым важно качество за разумные деньги. Он просто складывается и занимает мало места в сложенном виде. К слою мягкой полиэтиленовой пены добавлено алюминиевое покрытие для лучшей теплоизоляции. Прекрасно сохраняет тепло и не впитывает влагу. Благодаря закрытой ячеистому пеноматериалу не требует особого ухода или особой осторожности в обращении, а также не теряет свои теплоизоляционные свойства в случае прокола. Рельефная поверхность создает максимальный эффект, и за счет этого усталость проходит быстрее. Для удобного хранения в комплекте есть чехол. Гермомешок. Защитит ваше снаряжение от влаги и сырости. При возникновении чрезвычайной ситуации на воде может быть использован в качестве плавучего средства. Предназначен в первую очередь для хранения мелких вещей и ваших гаджетов, фотоаппаратов, мобильных телефонов, документов и тому подобных важных вещей при водных видах спорта, сплавах или горных восхождениях. Ему не страшен ни дождь, ни снег, ни повышенная влажность. Он абсолютно водонепроницаем и надежно закрывается. Это надежная защита ваших ценных вещей в походах, на охоте, рыбалке или при сплавах. По ссылке в описании есть рюкзаки разного литража от 2 литров до 70. Удобная поясная сумка предназначена для ношения на талии. Фиксируется при помощи регулируемого ремня сзади. Прочный нейлон, из которого сшита сумка и двойное дно, обеспечивают долгий срок службы. Надевать ее можно и в дождливую погоду, благодаря водоотталкивающему материалу. Сумка имеет 6 карманов, 2 на змейке по бокам и 1 на внутренней стороне для важных документов или дисконтных карт, 1 сетчатый карман на эластичном шнурке и 2 разных отделения под смартфон и бутылку. Карманы расположены равномерно по всей длине передней части пояса. Данная модель прекрасно подойдет для занятий бегом, быстрой ходьбы или другим видом спорта. Она очень удобная и практичная. Дно прошито, материал качественный и водонепроницаемый. Вот такие интересные устройства пригодятся вам в походе, либо простом отдыхе на природе. Надеюсь, видео было для вас полезным и интересным, и вы поделитесь им со своими друзьями. Ну пожалуйста, поделитесь, это мне очень поможет. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на канал. Скоро будет еще много полезных видео, вам понравится. Спасибо за просмотр и пока-пока, будьте мне все здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok